Сегодня будет эфир, как всегда, интересный, потому что есть много новостей. Светлана, мы тебя приветствуем, дорогая. Привет! Здравствуйте всем! Светочка, я знаю, что мы с тобой приехали с одного из марафонов. Я знаю, что у тебя сейчас запустился ещё и онлайн-марафон. И знаю, что даже есть вопросы от наших постоянных слушателей и участников, поэтому с чего мы сегодня начнём? Ну, я думаю, что мы, наверное, всё-таки расскажем, похвастаемся результатами наших ребят, которые были на детокс-марафоне, потому что там такая, ну, наверное, мощная распаковка была у ребят. Это касалось и здоровья, это касалось семейных отношений, это касалось внутреннего раскрытия себя, раскрытия своей силы, раскрытия своего потенциала. Это, конечно же, очень здорово, когда это происходит. Прям так хочется даже и где-то и нам сказать спасибо за то, что вот это происходит. Это лучший показатель, что мы идём тем путём. Это лучше такое, наверное, наша плюшка самая приятная, когда ты чувствуешь, что ты и на этом ретрите тоже реализовался как мастер. Это, конечно же, здорово, потому что некоторые ребята, они, у нас был Паш, Пётр, который с ведрусии, как зашёл, послушал нас, зашёл на сухие дни, и мы его еле-еле, наверное, вытащили из сухого дня уже на марафоне, потому что там нет такого, ребят, что ты зашёл на сухие дни, и всё, и ты будешь идти через силу воли, но ты куда-то дойдёшь. Нет, это абсолютно не так. Нужно очень чувствовать своё состояние, нужно очень чувствовать как физику, так и психику, чтобы тебя не отбросило назад, чтобы не было такого, что ты потом больше не можешь ни зайти, ни поработать себя. Но он вышел, а потом вновь зашёл на сухие дни уже с другим настроем, с облегчённым сознанием, и, конечно же, уже было легче воспринимать. Но у нас есть люди, которые ещё после вот этого марафона, детокс-марафона, они ещё не вышли с сухих дней, потихонечку идут, идут к своему исцелению, и я думаю, что тоже у них будет всё замечательно, будет всё здорово. Да, на самом деле каждый из участников был настолько мощный и настолько желал встречи с собой, своих проработок, что я просто радовалась и удивлялась с каждым часом, с каждым днём росту этих ребят и самоотверженности. И несмотря на то, что все говорят, что в эти, как всегда в подобные практики идут больше женщин, девушек, на нашем марафоне достаточно было много мужчин, и это были, каждый из них был настоящий мужчина, и все это отметили, да, Света, и все наши девчата, которые здесь, я думаю, присутствуют сегодня с нами, и ребята, которые нас смотрят. Мы ещё раз хотим, кстати, всех поздравить мужчин с неравним праздником, который был буквально день назад, 23 февраля, День Защитника. И учитывая, что в нашем мире всё неспокойно, я думаю, что на самом деле мы больше и больше начинаем понимать, что спокойствие есть всегда, ну, как бы сохраняется и культивируется сначала внутри каждого из нас, друзья. Вот, и всех, всех, конечно, рада буду видеть и слышать в дальнейшем. И сейчас я вижу, что у нас есть некоторые, ага, некоторые вопросы. А, у нас есть просто пока приветствие, Светуля. Мария, привет, привет, да. И у нас уже сегодня тоже отзывы идут, я потом перешлю их в нашу группу. А сейчас у нас, кстати, Света, ещё же остались вопросы наших ребят, наших участников, помнишь? Те два вопроса, которые ты себе положила в тетрадочку. Может быть, мы их озвучим, чтобы ребята получили ответ. Ага. Ну, я ещё, ребят, хочу сказать, что мы, помимо того, что мы, вот этот ретрит у нас, марфон, вернее, закончился, мы, наверное, сделаем такое, введём, попробуем, насколько это будет актуально, введём, наверное, в практику то, что будем встречаться где-то раз в три месяца, может быть, буквально на денёчка-два, чтобы вновь собраться вот этой вот нашей компанией весёлой, чтобы аккумулировалась эта энергия, этот заряд, и чтобы ребята не сходили со своего пути, вновь заряжались и заряжались, и шли дальше к своим целям. Вот. Как-то будем ещё вот так, наверное, работать в этом направлении. Да, такие поддерживающие встречи, где каждый уже расскажет о своём росте, потому что как только мы находились внутри нашего ретрита, марафона, это было, казалось, что ну всё естественно, а когда уже все вернулись на свои места, то ценность каждого часа, каждой встречи, каждого там проработанного момента была всё-таки оценена гораздо выше каждым из нас. Это так. Ну что ж, да. Приветствую. Вижу, что там у нас с вопросами. Светуля. Так, ну вот тут у нас была заявочка такая, это ещё с марафона. Боязнь темноты. Что такое боязнь темноты? Темно – это когда мы чего-то не видим. Темно – это когда неизвестность. Темно – это связано с теми моментами, можно даже так сказать немножечко, как типа потустороннего мира. То, что для нас неизведано, то, что для нас является каким-то, может быть, мистическим в какой-то степени. И вот если вы в себе ощущаете вот эту боязнь темноты, это говорит о том, что в вашей жизни есть те моменты, которые требуют дальнейшего развития. Развитие вас как человека, развитие вас как… Не важно там в какой сфере, в сфере какого-то творчества, работы, материнства, жены, подруги, матери. Абсолютно не важно. И когда вы чувствуете, что вы готовы развиваться, но по каким-то своим причинам у вас идёт вот этот вот страх, страх новизны, страх, а вдруг там будет хуже, а вдруг меня не поймут, а вдруг я сделаю что-то не так. И когда вот эти вот страхи скапливаются, они, как правило, и дают на этом фоне такой общий страх, общий страх темноты, общий страх чего-то вот неизведанного. То есть мы как будто пытаемся спрятаться за шторкой, и нам обязательно-обязательно нужно, чтобы включённый был свет, чтобы мы все предметы видели там, где они стоят. Это про вашу не всегда готовность идти вперёд, когда вы боитесь узнать что-то новое, что-то новое о себе и о своём мире. Вот что такое страх темноты, боязнь темноты. Так, ну и второй вопрос. Ценность самой себя, что это такое? Ценность самой себя, самого себя, это, конечно же, в первую очередь то, что когда мы не обесцениваем себя, не обнуляем. Это очень часто бывает, когда нам, например, говорят какие-то комплименты, говорят, вот ты там вот такой-то, такая-то, так-то выглядишь. И мы боимся принять этот комплимент. Мы говорим, да ладно, что-то это я просто там вот это вот сделала, или, ой, да нет, я сегодня не очень хорошо выгляжу. И вот мы, вот боязнь вот этого принять себя, принять то, что про нас говорят люди. То есть мы переживаем, переживаем, а вдруг мы сейчас примем это, и нам придётся соответствовать этой планке. И нам проще тогда не принимать этот комплимент, проще себя обнулить. Причём, наверное, во всех вот этих вот смыслах это касаемо не только внешности, да, это касаемо не только каких-то действий, которые мы делаем. Это касается высказывания, это касается нашего творчества, абсолютно всего. И когда вы понимаете, что вам неуютно, когда вас хвалят, вот есть даже такая поговорка «не перехвали». И вот эта вот неуютность, когда вы чувствуете, что вот это вот немножечко как-то не по себе, это как раз говорит о том, что как только вы примете вот этот комплимент, как только вы примете вот эту вашу новую планку, вам её нужно будет всегда поддерживать. Это стоит каких-то усилий. И поэтому нам проще обнулить и сказать «да нет, я не такой, да нет, ты меня переоцениваешь». И немножечко так уходим в сторону от самого себя, уходим от того, как нас видят окружающие. Мы всё время боимся принять по каким-либо причинам ту свою планку, то своё видение, как нас видят окружающие. То есть задумайтесь, ведь они чаще всего говорят не просто, чтобы польстить. Есть, конечно, и такие варианты, но чаще всего нам делают комплименты, потому что они увидели вот нас вот этого. Если кто-то говорит, ну, например, там, какие у тебя красивые волосы, ты там говоришь, ой, да ладно, там ерунда какая-то. И ты понимаешь, что ну это где-то, наверное, есть, потому что сложно сказать, например, лысому человеку, какие у тебя шикарные волосы. Ты уже понимаешь, что это, конечно же, это просто смеются на тобой, либо какая-нибудь такая наглая лесть. Поэтому, когда мы себя, мы не принимаем от мира то, что нам даётся, комплименты, какое-то восхищение, там ещё что-то, мы идём на обнуление себя. И вот эта вот ценность самой себя, это в первую очередь, когда вы принимаете себя и без ярлыков, без каких-то «хорошо» или «плохо», когда вы начинаете принимать себя просто потому, что вы есть, вы есть у себя. И вот это вот принятие себя, как только вы принимаете таким, какой вы есть для самого себя, вас уже невозможно обесценить, вас невозможно уже сбить с той колеи, и тогда ценность вас возрастает не только в ваших глазах, но и в глазах всех окружающих. Я надеюсь, что я коротко, но понятненько рассказала. Всё понятно, я тоже так надеюсь. Ну и пока у нас только один вопрос. Какие у вас планы на следующие мероприятия? Планы на следующее мероприятие, то есть у нас будет следующее мероприятие, будет там же, в Лоу, будет ретрит с 31-го, да, по 5-е апреля, вот, и, возможно, он будет без Рима, потому что Рима тут немножечко занимается своими делами, вот, и вот как-то, вот как она свои дела все решит, тогда уже будем дальше вдумать, но если она решит раньше их до ретрита, то тогда, возможно, мы также будем вдвоём его вести, вот, и если нет, то будут в основном психологические проработки, психологические практики, естественно, купание в море, естественно, это у нас будет ночь депривации, вот, и это будет уже ретрит в 90, 90% времени, это будет без еды и без жидкости, то есть жидкость мы будем принимать только в ванны, морские ванны, вот он будет вот таким, вот, поэтому, ребят, присоединяйтесь, и с огромным удовольствием, конечно же, жду вас, вот, и, Римочка, конечно же, желаю тебе, чтобы ты решила все свои вопросы, вот, чтобы уже было какое-то дальнейшее у нас понимание, как оно будет складываться. Хорошо, а что у нас здесь по волосам пошло у нас теперь? Где-то у вас волосы вьются, Римма, а вы красите волосы? У меня волосы вьются, у Римма природные. Ну, я подкрашиваю, у меня пока еще краска берется, покрасит. Так, дальше, Александр. Пробовал сухие до пяти суток, с чистками до и после. Выходил по причине сильной потери веса и слабости. Хочу попробовать каскад. В каком режиме лучше делать или чистки? В каком режиме лучше и делать ли чистки? Вот так. Чистки нужно смотреть. Ну, ребят, смотрите, вообще я не могу дать прям индивидуальную вам четкую программу, пока я не знаю, сколько вам лет, какой у вас климат, какое у вас питание, какие, а есть ли у вас какие-то заболевания, есть ли у вас какие-то склонности к чему-либо. Но я вам могу сказать общими фразами. Если чистки, они с определенного возраста и с определенных заболеваниях, конечно же, желательны. Желательны как минимум почистить печень. Но это не всегда нужно, потому что если мы говорим о каскаде, то каскад, возможно, он сам вас природно, так скажем, почистит. Но с каскадом тоже нужно быть аккуратно. Если у вас есть склонность к психологическим зажорам, так их назовем, то, возможно, этот каскад вас просто вымочит. Есть такие моменты, когда вы идете каскадом, когда вы, например, какое-то определенное количество времени не кушаете, не пьете, но когда вы выходите на еду, вы отъедаетесь за все эти дни. И это, наверное, даже еще хуже, чем если бы вы знали, что вы идете, например, определенное количество времени, а потом вы будете просто постепенно выходить. Это очень важно, как вы заходите, и еще важнее, как вы выходите, что у вас, какое питание вот в эти каскадные дни, когда вы кушаете. Это очень важный момент, и поэтому, если мы говорим о каскаде, тут очень нужно четко понимать, какой у вас образ жизни, и насколько вы готовы именно идти плавным каскадом. Это очень важно. Мария спрашивает, а как же без гвоздей? Гвозди будут. Мы же все время с гвоздями ездим. Это уже неотъемлемо. Гвозди, конечно же, будут. Александр, диабет первого типа, хроническая усталость. Ну, диабет первого типа, наверное, все-таки нужно, я бы порекомендовала все-таки перейти на сыроедение. И сыроедение обязательно, оно должно быть бессолевое. И у вас уже, наверное, на неделю-вторую пойдет такое облегчение. То есть диабет первого типа, это нужно же еще понимать, на каких препаратах вы все-таки их употребляете, либо вы уже на уколах. То есть это тоже очень нужно. И хроническая усталость, усталость, она у нас не появляется просто так. Это не какое-то такое заболевание. То есть хроническая усталость, это вы вымотали свой организм до такой степени, что у него нет ресурсов. У него нет ресурсов, но что-либо. И это очень-очень сильно чувствуется. Ну, например, в вашем случае это очень сильно чувствуется, если вы это написали. И чтобы вот эту хроническую усталость убрать, нужно понимать, какой вид кардионагрузки нужно обязательно вам вводить. Это очень важно, потому что в 90% случаев только кардионагрузка снимает усталость. Усталость, которая именно идет от заболевания. И также смущает потери веса. Смущает потери веса? Ну, потеря веса, она, ребят, я понимаю, что смущает, но она неизбежна. Когда вы минимизируете питание, ну, как тут без потери веса? Одно дело, когда вы понимаете, что вы уже приближаетесь к анорексии, то тогда, значит, вы ведете неправильный, неправильный образ питания и непитания. Но если мы говорим просто о потере веса, то от этого никуда не деться. На определенных этапах это все равно будет неизбежно, потому что что такое жир? Это же наша защита, это наши программы. И когда мы облегчаем питание, у нас облегчается и образ мышления. Когда мы облегчаем образ мышления, у нас уходят многие программы, которые есть в нас, которые уже укоренились. И вот эти программы, они в первую очередь идут на сверху, то есть сверху на внешнем, на внешнем меня, так скажем, да. И они уходят вместе с жировой прослойкой. Те программы, которые легче всего убрать, они уходят с жировой прослойкой. И это просто нужно понять, это нужно принять. Но если вы в этот образ войдете, если вы правильно себе организуете день с физическими нагрузками, то, конечно же, вес, он затормозится как минимум. А если вы будете уже способны и будете добавлять физические нагрузки уже с каким-то весом, то тогда он может понемножечку начинать прибавляться. Но первое время, это неизбежно, когда у вас идет очистка организма, ему нужно вычистить вас максимально. Поэтому изначально вес будет падать. У Александра все то же самое повторяет, как и у всех. У нас были страхи, что вес стал 64, рост 180 при росте. И также жира почти не осталось, поэтому и вышел. А сколько дней? Всего 5, я так вижу, до 5 суток. Но это еще не предел, конечно же, да. Так что можете заходить индивидуально, либо как-то в группе со Светланой. Пока здесь я не вижу. И в зуме, может быть, ребята желают голосом задать. Ребята, дайте знать. Вот Дмитрий у нас здесь. Дим, ты ничего нам не хочешь сказать? Никакой обратной связи? Наш Дмитрий участник нашего марафона «Детокс», который только что закончился, у нас еще недели не прошло. Дим, включайся только что. Вот сейчас есть звук. Говори. Да, вы меня слышите? Всем привет. Привет. Мне очень понравился марафон. Что сказать? Ну, приехал с марафоном. Дим, ты опять нажал на микрофончик, и тебя не слышно. Ты выключил микрофон, ага. Мы только услышали, что ты приехал с марафона. На микрофон, Дим. Жми. Один раз. Ага. Ну, ладно. Мы немножко продолжим, а Дима, включайся. Хорошо? Дмитрий задал такой хороший, я не знаю, как фон. У него был шаманский бубен, и он с ним просто вообще как одно целое. И это звучание, это состояние такой, знаете, такой приятной магии, волшебства, такое состояние, что глубокое погружение шло во время медитации под Димин аккомпанемент, и просто голос великолепный, и все, все мы так хорошо перезагружались с участниками, особенно в ночное время. У нас такие две ночи были депривации, поэтому это было просто великолепно. Дима, если ты сейчас еще можешь включаться, продолжи. Я тебе дала возможность там наладить что-то. Продолжай, Светуля. Да, я бы хотела еще ответить на такой, наверное, вопрос задеть. Было 64 килограмма при росте 180. Ребят, очень важно понимать, для чего вам нужен сухой голод. Давайте так назовем. Сухой голод. Мы пока не говорим про автономию, потому что автономия, я считаю, что это, ну, как мое мнение, это, наверное, как минимум полгода, и тогда вы можете именно погрузиться в это состояние, что такое автономия, потому что все, что ранее, это такие вот незначительные вспышки, и это больше исцеление своего физического тела, чем исцеление психики, потому что исцеление психики, наверное, все же придет ближе к трем годам именно автономного состояния. И если вы понимаете, для чего вам нужен вот этот вот сухой, сухое голодание, сухие дни, то здесь вес, он, наверное, все-таки должен уйти как-то на последнее, на последнюю стадию. Вы должны, наверное, по каким-то другим критериям исчислять, насколько вам нужно это состояние. Я еще почему это говорю, потому что, наверное, уже многие смотрели, несколько людей, они идут на исцеление, кого там я веду, кто с нами в группе, в школе автономии, в Телеграме. И у нас есть Михаил из Португалии, и у него есть определенная цель. Он хочет исцелиться от своего недуга, причем такой достаточно, он серьезный, ВИЧ. И у нас с ним было несколько заходов, то есть это не сразу было понятно, это было все постепенно, начинали мы с четырех дней, и в результате дошли до сорока дней. И вот недавно мы сделали эфир, вчера, 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 по-моему, сделали эфир с Михаилом, или позавчера, не помню, и он как раз получил результаты анализов, то есть перед заходом на 21 день и сразу же на выходе он делал результаты анализов, и перед заходом на 40 дней и сразу же после, как он вышел с 40 дней, тоже получилось так, что у него сделаны анализы. И этот эфир у нас у меня выложен на моем канале и в Инстаграме, можете посмотреть, кому интересно. И там он рассказывает, что да, действительно, как показывают анализы, есть улучшение, улучшение именно на сухих днях, причем, что он не употребляет таблетки, и у него вес на сегодняшний день упал, после 40 дней упал до 55 килограмм при росте 1,8 метра. И понятно, что вес он ушел просто на задний фон, он ушел на задний план, потому что там другие критерии исцеления, выздоровления, и это очень важно. Поэтому, когда вы говорите, когда вы переживаете о своем весе, нужно понимать все же, что для вас главное, насколько вам вот это вот исцеление, оно важнее, чем внешний вид. Это очень важный момент. Да, Дима подключился, да? И опять отключился. Учитывая, что у Миши за 40 дней 10 килограмм ушло, мне кажется, это не так уж и много по сравнению с тем, что на более коротких сухих люди теряют по килограмму практически в день. Ну, если особенно первый раз или страхи и так далее. Я сама помню, как у меня по 800 грамм терялось каждый день, и это тоже меня испугало в своё время. Вот. Отлично. Ну, что ж, друзья, оказывается, на самом деле важно намерение, что хотим получить на выходе. Красивую стройную фигуру, как бы накачанную, это уже не те как это, эталоны красоты, не те как бы данные, на которые нужно обращать внимание. Если разговор идёт о жизни или смерти, то здесь уже, конечно же, ни на какой вес не будет человек смотреть, а главное получить исцеление. Это действительно очень важно. Вот, ребята. Дим, ты подключил. Дима, хорошо, слышу тебя. Меня слышно? Да. Да, Света, Рима, ребята, всем привет. Благодарю за то время, которое я смог провести вместе с вами на ретрите, это было волшебно. Сейчас вот неделя у меня такая трудовая. Благодаря вам я понял, что то пространство, которое я создаю, строительное, оно тоже какой-то центр автономии, что ли, какой-то такой будет, я не знаю, но по крайней мере вот о чём Света говорит, там, сделай, нарисуй, как это у тебя будет проект, то есть там, может быть, можно будет денег каких-то добыть, и всё, я начал думать об этом, как это можно всё сделать, и у меня вот вообще картинка нарисовалась, то есть думал, ну, сейчас вот построю, по-быстренькому как-то продам, и дальше буду двигаться, а тут я понимаю, что уже год, два, три я в это вкладываюсь, и думаю, ну, зачем бросать, надо достраивать, и вот сейчас занимаюсь крышей, у меня прямо рисовывается, что первый этаж, там, 13 на 13, большой дом, высокие потолки, то есть часть можно сделать под большущий зал, а второй этаж, это место, где можно отдыхать, то есть порядка 18 койко мест поставить, ну, так вот это рассуждение интересное, вот, то, что про ретрит, было здорово, мне понравилось, то есть вот этот вот опыт трехдневный неедения, плавный, спокойный заход, да, сырой пищи, получается, как, я два дня не ел, потом сделал чистку, и потом еще один день неедения у меня был, да, без воды сухие получается, и потом тоже плавный выход с авокадо, то есть вечером, да, и на следующий день уже начал там фруктиками питаться, кашки все вот эти вот сыраические, здорово, сейчас, конечно, я тут приехал и ем все подряд, но не набиваю так, чтобы с горкой в живот, но пока я ем тут все, ну, то есть надо трудиться, конечно, чистить тело надо, но я пока тут понимаю, не до того, настройки, нужны силы, вот, как сделать так, чтобы и сила была, и еда была, или полезна, или не было ее вообще, но пока об этом только думаю, мечтаю, я думаю, маленькими шагами к этому придем, вот, ну, пока как-то так у меня, уже накопилось охота к тому, чтобы вот опять вот выходные впереди, я думаю, сегодня начну уже готовиться, завтра день хотя бы у меня, нет, не завтра, послезавтра день у меня будет неедение, ну, а потом опять как бы неделю буду позволять тебе кушать, ну, так, маленькими шажочками, вот, рад вообще, ага, говори, рад, рад, и мы рады, Дима, вот, да, Рима, я говорю, одно из заблуждений опять мужчины так и твердят, что чтобы были силы, надо наесться, и именно чего попало, да, свет, вот эта программа, она так сильно стоит, что если я не поем, как раньше, то у меня не будет сил, но ты же чувствовал, сколько у тебя сил было, когда мы были на вот этих коктейлях, на сырояческих супчиках, и даже когда без еды, но откуда снова вот это заходит, да, только стоит вспомнить, как мы целый день ходили по вот этим Орлиной Сказе, да, по-моему, и как наши все мальчики помогали девочкам нашим, девочки у нас были 70+, и как они несли их рюкзаки, как они помогали, как они вот это все делали, это все было на сухих днях, но это было настолько легко и весело, да, 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 это было легко, весело, но, ну, как бы у меня есть ощущение, что я находился, ну, в таком слабом состоянии, а так как я тут по крыше, балансирую, наклоняюсь, встаю, ну, как, есть вероятность, просто, когда на сухих, бывает, наклонишься, там, что-нибудь приложишь, такое качественное усилие, встаешь, голова поехала, туман в голове, и, то есть, это опасно, то есть, я пробовал, ну, пока еще тело, видимо, ну, загрязнено, то есть, как только начинается чисточка, то есть, у меня, ну, как-то катаклизмы в теле происходят, вот, и я так предполагаю, когда тело будет чистое, тогда, да, и сила будет, и, ну, к этому привыкать надо, потихонечку, я так понимаю, либо, либо заходить уже, да, в автономию, и вот, жить в этом состоянии, тогда и сила, и все будет, это я тоже прекрасно понимаю, потому что, ну, тело, оно обучается, в разных условиях, ну, существовать, и про то, что не из еды мы берем силу, я умом-то понимаю, но, так же есть та часть, которая, наверное, называется привычки, вот, это та часть, с которой предстоит трудиться, трудиться, еще раз трудиться, ну, причем я вам, да, честно, вот так вот, если сказать, день-два неедения, оно как раз убирает, вот этот вот, ну, бред вот весь, вот эти вот, наносное, вот это вот мысли какие-то, о еде, там, еще о чем-то, то есть, получается, как-то, от своего, ума, от своих мыслей, как-то отстраниться, то есть, ну, вот есть вот эти вот мысли, а есть я, который там, на них смотрю, то есть, я ими не являюсь, вот, это вот, ну, очень такое, качественное, наблюдение, состояние, потому что, когда я начинаю есть, я тут это, сливаюсь уже, то есть, мои мысли, как будто это есть я, то, что думаю, это вот мое, и как-то это, ну, на самом деле, весь занят вот строительством, вот в этом деле, и, в поисках сильного состояния, все-таки позволяю где-то себе и чай зеленый, ну, для меня это допинг такой, где-то кофе даже проскакивает, ну, я думаю, это временно, то есть, как только я, ну, так вот, ну, чем-то таким буду заниматься, легким, я буду стараться, наверное, все-таки не едеть, либо чисточки делать, да, вот, ну, на этом я, наверное, закончу свое представление, благодарю еще раз вас. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Дима, да, да, ну, нужно тебе зайти к нам в чат школы автономии, чтобы там смотреть и слушать, что ребята пишут, вот те моменты, которые ты считаешь, что только тогда, когда, они делают сразу же, и работают, и участвуют, играют на сцене, и поют, и танцуют, и во всем у них есть, конечно же, сила проявляется, но это все постепенно, поэтому то, что ты уже начал, это огромный шаг, это огромный такой вообще путь, который ты сейчас прошел вместе с группой и с нами, это тоже дорогого стоит, и ты молодец, я думаю, что все ребята тебя поддерживают, и мы тоже, и все получится самым наилучшим образом, хорошо? Да, добро. Добро, добро. Так, ко мне вопрос, можете ответить, Римма, вы спали, когда у вас терялся вес? Когда у меня быстро терялся вес, я депривировала сон, первые трое суток я депривировала, первые двое суток вообще не спала, потом пошли подсыпы, эти подсыпы были от часа, до трех, и так далее. Но у меня тогда еще было достаточно слабое сознание, это первые мои потерянные, так скажем, килограммы, и у меня еще наполовину вообще не было понимания, и было такое неверие, что, ну зачем, если можно кушать, зачем вот это все делать? Вот, а сейчас у меня другое состояние, я думаю, я думаю, что, знаете, как тело подготавливает нам всегда такие моменты, когда уже готов, а есть еще такое, что, ну, может, еще чуть-чуть, может, еще чуть-чуть, чуть-чуть покушаю, и вот сейчас мое тело выдает, что достаточно, каре, Римма Юрьевна, вот, и я полностью сейчас на сыроедении, и, в общем, делаю некоторые рекомендации, цветы провожу, и у меня сейчас особая диета, вот так, то есть, после ретрита. Да, я еще хотела сказать, что мне написали, написали сейчас, вот прям, скинули, говорит, какой ретрит сейчас, какой марафон сейчас идет, Римма сказала, марафон какой-то у тебя. Ребят, у нас сейчас идет в закрытом клубе, в инстаграме, такой мини-марафон, по замасливанию, и там мы рассказываем, что нужно сделать перед замасливанием, почему, что такое замасливание, как лучше его делать, и немножечко разбираем психосоматику, когда у нас, что за болезни, которые нам сигнализируют, то, что в нашей жизни, это почки, это поджелудочная, это все заболевания, все наши органы, они всегда нам о чем-то рассказывают, о чем-то говорят, видим мы это или нет, это уже другой вопрос, и вот это вот мы с ребятами разбираем, это проходит в закрытом клубе, в инстаграме, вот, а ретрит, который будет, где можно вживую потрогать, где можно, где практически 24 на 7, мы будем друг с другом, это будет 31 марта, по 5 апреля, присоединяйтесь, 6 марта начнется онлайн-марафон возможности меня, где мы будем тоже так же психологически разбирать, что происходит, когда мы кушаем, чтобы не было дожоров, как выходить в автономное состояние, как выходить в исцеление самого себя, это начнется у нас онлайн 26 марта, а то, что мы говорили с ребятами, как раз в закрытом клубе, в инстаграме, очень многие ребята, пока они в каком-то марафоне, пока они где-то, где-то их видно, они хорошо идут, и на сыроедении, и на каскады хорошо идут, но как только остаются одни, сами с собой, без единомышленников, у них происходят срывы, и мы решили сделать такое, после того, как у нас закончится марафон этого замасливания, мы, наверное, решили сделать такое с ребятами, пойти на 90 дней, что такое пойти на 90 дней, то есть за 21 день у нас вырабатывается привычка, за 40 дней эта привычка фиксируется, а 90 дней наш организм уже понимает, что это наш нормальный образ жизни, с которым уже будет проще идти дальше, вот, и мы, наверное, решили так, что будем делать, ребята, кто будем каждодневные проводить эфиры в клубе, будем выкладывать в сторис, либо еще как-то, кто чем позанимался, кто покатался, кто побегал, кто походил, кто какую-то гимнастику сделать, ребята у нас очень многие занимаются какими-либо практиками, то есть они будут давать какие-то свои практики, то есть Артем, там у него своя авторская программа по физическим упражнениям, там очень много у нас девчонок, которые преподают йогу, то есть кто-то может, например, с утра там или днем преподать, йогу преподнести, я вечером отвечаю на вопросы, и когда вы чувствуете, что вы все идете, мы все идем в одном потоке, то тогда уже нет смысла сбиваться, то есть зачем срываться, зачем выходить, например, сыроедение, ну, на пельмени, да, если вы понимаете, что ваши единомышленники никуда не делись, если вы понимаете, что через пару часов вы можете их точно так же увидеть, задать вопросы, поговорить, послушать, это очень важно, поэтому мы сделаем вот такой эксперимент, запустим его на 90 дней, а дальше посмотрим, возможно, если у нас пойдет все вот так вот в гармонии, возможно, просто это продолжим, прям ежедневные эфиры, и посмотрим, какие будут результаты у ребят, вот, это про закрытый клуб. Все понятно, закрытый клуб в Инстаграм, школа автономии в Телеграме, встречи у нас здесь Zoom и YouTube по четвергам в 10 часов, вот так, чтобы было понятно. Ну, что ж, ребята, как попасть в марафон? Марафон офлайн, пройдите по ссылочке, у нас после каждого нашего четвергового эфира, даже сейчас вы увидите, есть ссылочки, и пройдите по ссылочкам, и будет ссылка на марафон, либо в шапке Инстаграм, да, у Светланы. Да, в ее, ну, все там есть, все-все-все-все дороги ведут в марафон, в любой, кстати. Вот. Ну, что ж, ребята, мы хорошо уже вещаем почти 50 минут, вопросов я пока уже и уже не вижу, наверное, поэтому, если сейчас нет вопросов, и нет голосовых вопросов, то мы можем уже закругляться, а может быть, Светлана, еще что-то хочешь сказать? Да, в принципе, мы сейчас постоянно ведем эфиры, у нас только я выпадаю из жизни, когда идет вживую какой-то марафон, либо ретрит, поэтому, если есть вопросы, ребят, задавайтесь, будем делать эфиры, будем делать какие-то совместные эфиры, будем, чем больше вы будете узнавать информации, тем лучше для меня самой, то есть мы будем с вами общаться на одной волне, это здорово. Вот. Если вам резонирует та информация, которую именно я даю, то я, конечно же, с удовольствием буду отвечать и на ваши вопросы, которые у вас формируются в течение вашего опыта, ваших новых знаний. Конечно же, с огромным удовольствием я буду на них отвечать. А если кто-то хочет более глубоких проработок, то присоединяйтесь. Отлично, Света, здесь тебе личное стихотворение, стихотворение такое написал Марат, я думаю, он уже не первый раз пишет, и оно действительно очень такое красивое, вот, потом после эфира прочитаешь, или сейчас читаешь, смотри. Вот, ребята, ну что ж, да, действительно, у Светланы почти каждый день идут эфиры, и в открытом аккаунте, и в закрытом, в школе автономии, тоже много очень интересного происходит в чатах, ребята заходят на сухие, друг друга поддерживают, это очень важно, все идем прям в ногу, плечо к плечу, и это дорогого действительно стоит, и если у вас есть запрос на любой из видов проработок, и в любом виде, каком для вас приемлемо, индивидуально, либо групповом, то онлайн или офлайн, то, конечно же, добро пожаловать, добро пожаловать в мир автономии. Ну, я думаю, мы будем заканчивать, Светуля, да? Да, спасибо вам огромное, спасибо за вопросы, спасибо, что слушаете, спасибо, что приглашаете, вот, мне очень приятно, конечно же, и с огромным удовольствием рассказываю вам то, чтобы вы были еще счастливее, еще здоровее, и еще легче во всех отношениях, во всех начинаниях. Все, отлично, ну что ж, ребята, всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!